Ребятушки, всем привет! Начало видео, но я записываю его уже в самом конце, чтобы вас предупредить. Видео может быть разделено на две части, как обычно, утром и вечером, потому что, как мне показалось, оно слишком долгое. Мы с вами сегодня побываем в двух очень интересных местах. На втором и сейчас находимся, когда я это видео записываю уже в конце, ну, так скажем, начало видео, чтобы вы все поняли. И в самом конце, досмотрите это видео, я там рассказываю очень смешную ситуацию про зрителей, которые, в общем, ну, все вы там поймете, все, в общем, посмотрите. Там, где мы были в первом месте, где во втором месте. Кто не был никогда в Крыму и когда-то ваши попытки реализуются, и вы приедете, мы всегда показываем очень интересные места. Легко доступные, можно доехать и на общественном транспорте, ну, либо на своей машине, причем лихо не стараться. Ну, а там, где мы ездим на каких-то других джипах, либо морские прогулки, мы тоже об этом все рассказываем. Вам приятного просмотра. Досмотрите обязательно до конца. Пишите ваши комментарии, не забывайте ставить лайки, подписываться, кто еще не подписался. Ну, а новым нашим друзьям, нашим зрителям, огромнейший приспект. Уважуха. Нас не покидайте, оставайтесь. У нас всегда очень интересные контенты, даже если мы не на море. Мы очень часто путешествуем, рассказываем об интересных случаях, готовим, гуляем. В общем, мы вас рады приветствовать. Ну, и стареньких зрителей, конечно, мы тоже, безусловно, любим и ценим вас. Приятного просмотра. Всем привет. Мы сходили в парикмахерскую, обновились, потому что там совсем обросли. Жди, камера контроля перекрестка. Пирс, озеро Сосык-Сиваш. Сейчас мы. Там как-то с одной стороны можно подъехать, и потом где-то дорога есть по другой стороне. Но это уже надо там смотреть. Ну, вот я читал, что лучше вроде как сюда. В общем, едем на озеро Сосык-Сиваш, что уже поняли. Вот. Всем огромный привет. Не забудьте поставить пальчики вверх. Пока не отмедишь эти 30 метров, она будет бесконечно повторять, что нужно повернуть. Вот. Для чего взяли воду? Для того, чтобы... После того, как мы если все хорошо приедем, погуляем по соленому озеру, может быть, мы там где-то что-то колени намажем, руки намажем, не знаю, лицо намажем, нужно будет обязательно помыться. Ну, все там более подробно расскажу, что да как, и почему оно розовое озеро. В принципе, кто смотрел, нас открыли мороженую кругу. Кто нас смотрел, то, в принципе, мы года три назад там были. Вот. В этот раз решили тоже съездить. Вот. Такое зубь Исакское мороженое. Круглое. Ой, как мугрик, и не знаю что это. Ну, не слышать. Нет? А потом? Просто кристалил, коронавируска. А нам здесь, люди предлагают мороженое этот, из негучки, краснодарского края, причем нам краснодарский край, когда мы хотим поддержать местного производителя. Мне кажется, здесь идеология людей, и должна так состоять, что нужно толкать и продавать свое, а не чужое. Краснодарский край и так он по всей стороне сбывает все эти истории. Банан с чем-то. Я правда не очень люблю банановое мороженое море. Вот поэтому сейчас мы едем из Севастополя. Ой, здесь по Тории. Досак. Нам ехать полчаса. Ну и там с вами поближе встретимся. Увидимся. Да, кстати, как вам музыка, которую многие из вас нам посоветовали. И мы скачали. Ну, конечно, я не все включаю, что там. Ну, в любом случае, огромнейшее вам спасибо, что столько вариантов накидали. Впереди лежачий полицейский. Погоди. Оп. Вот, дорога тут-то нет. Ну, это вообще. Чтобы ехать, если с Евпатории в сторону, например, Ялты, да, подскажем туда, то нужно будет пересечь встречное движение и повернуть налево. Подъездов на самом деле очень много. Мы едем третий раз, и третий раз это новое место. Вот, потому что первый раз мы приехали просто у нас друзья, Серега с Маратом, если вы нас смотрите, огромнейший привет вам. Мы увидели, что они были как раз тоже в Крыму, увидели эти фотографии и решили в следующий год его посетить. Приехали, не спросив, так скажу, более точно адрес, что ли, не помню, как это был разговор, но, в общем, приехали вообще не понять куда, через какие-то поля. Но зато было красиво, с одной стороны было пресное озеро, с другой стороны было вот это соленое озеро, но не было вот этих, так скажем, пик, я потом вам их покажу, если они здесь есть. Вот, во второй год какой-то мы когда поехали, нашли эти пики, нашли где Серега с Маратом были. В этот раз мы едем вообще в третье место, но называется пристань Цесак-Сиваш. Что в этой пристани, одному Богу известно, поэтому пока едем. Но вот здесь вот поселок Прибрежное для ориентировки, видите, мы проезжаем. И, видимо, какой-то пансен, а чего? А чего они такие, знаю, не понимают, что это? Посмотрим, одна дорога, как-то мы один раз выезжали, общись с ней по песчанику, по-моему, ехали. Узкий, узкая дорожка, песчаник, с одной стороны заросли, с другой стороны заросли. Но нормально до ехали. В общем, едем. Вот, все покажу. Ну, с левой стороны вот тут же озера есть, но они там, скажем, совсем маленькие. С кадр попали по левому кадру. Сюда? Да. Ну, по-моему, сюда и поворачивали, да? Угу. Так, ну, в общем, сейчас я буду вот по такой дороге ехать, авто, в дрон почему-то написано. В общем, песчаник. С такими колдоебинами, ну, покатистыми, но, в общем, лучше не отпекаться, лучше ехать спокойно, не торопясь. Только машину помыли. Вот еще я хотел сказать, когда мы подъезжаем, да, все-таки вот у нас ненормальных водителей больше, чем нормально. Вот пыльная дорога, идти тихонько, сам будешь чистить, другие люди будут чистить. Нет, надо гнать вот так, чтобы пыль столбом было, потом, чтобы вся машина была у него грязная. Ну, вот здесь скоро время, он сам будет, все. Вот впереди, посмотри, Паш, какая красота, вон, какая, какое огромное озеро, вы даже не видите. Все все видите, все все видит. Вот, видите, там вдалеке, вдалеке, может быть, от... Вон, ему там, вот, все-все-все это озеро. В общем, надо, сейчас приедем, все покажу. Да, и хочу сразу сказать, может быть, принести извинения и прощения, на озере практически всегда сильный ветер. Я, если что, либо себя не буду показывать, я буду показывать Пашу, но если я буду себя показывать, если будет брак по шуму, петличку не взял, поэтому извиняйте, посмотрим, что тут с ветром. Но в прошлый раз я записывал, просто тот ветер так хлистал, просто что-нибудь было, нереально. Здесь раньше стояли бабульки, и продавали из машин воду. Ну, я думаю, что здесь это тоже сейчас есть, единственное, что в этом году не так много туристов, вот, и продавать воду, типа, могут не продавать. По какой цене, чуть-чуть, я не помню, за сколько мы покупали в прошлый раз. В общем, если что, поедете на своей машине, лучше возьмите с собой воду, и будет вам счастье. Так, все, припарковались, воду с собой не обязательно брать вам прямо на озеро, просто, чтобы она у вас была с собой в машине. Чтобы потом выйти, когда какое-то время подержали вот эту грязь, ее нужно будет смыть. Сколько по времени, я вам все скоро скажу. Спасибо тебе большое. Что? Ну, что ты мне сказал, что с собой воду не надо брать? Ну, люди могут с собой в рубзак положить. Вот ты раньше тоже носил по дискуту в музыке, думал, что там где-то мороженое обратно бросится. Да, люди, не будьте свиньями, пожалуйста. Вот про Таиган мы тогда тоже, столько просмотров было, и люди действительно говорили, вот сами свиньи, понимаете, вот что это за обращение к себе? Ну, полная мусорка, ну, положите его в пакет, вот то, что вы тут попили, поели, положите в машину, вывезите отсюда, выбросите в городе, в мусорку, там быстрее уберут, чем здесь. Это все полетит вот туда. А потом сами через 10 лет приедут, скажут, ой, все засрали, все засрали, ну, что тут вообще такая грязь стала? А про себя не вспомните, любимых, что вы сами здесь это делали. Сняли мы эти, как называется, просто босиком пошли. Вот те деревянные, деревянные балки, которые стоят вертикально, мы сейчас до них дойдем. Короче, вот такое огромнейшее озеро. Сейчас мы вам про него немножко расскажем, так скажем, ну, просто водную часть, чтобы вы знали о нем, кто не знал ничего. И там уже по дороге пойдем с вами гулять по озеру, нужно будет это делать очень осторожно, по чему, все тоже расскажу. Ну, что общими усилиями и трудом информационных знаний, мы вам рассказываем краткую информацию об этом озере. Это самое-самое крупное соленое озеро на полуострове Крым, оно не единственное, и около Евпатории есть, и есть около Феодосии такие озера, но они все намного меньше. Это самое большое озеро, называется Сысак-Сиваш, в переводе вонючая грязь, или как это, зловонная грязь. Зловонная грязь, значит, диаметр, протяженность, да, самая большая часть его это 14 метров, километров, 14 километров. А, как это называется, площадь его 70, 70 квадратных километров, а глубина максимальная всего 1 метр 20 сантиметров, то есть оно не глубокое. И то это не в сезон, да, в сезон оно поменьше становится, неизвестно почему, ну, наверное, потому что, потому что выкачивают отсюда, забирают соль и добывают ее. Вот, розовым оно становится только в сезон, опять же, в летний, тогда, когда температура воздуха поднимается выше 25 градусов. Розовое оно, потому что здесь специальные водоросли, которые взаимодействуют с бактериями, которые находятся в этом озере, и, так скажем, ну, разлагаясь, они образуют вот такой прекрасный коралловый красный, не знаю, цвет. Нет, больше здесь ничего в самой воде не водится, ни одной рыбы, ничего, это мертвое озеро. Если вы ляжете на него, но мы делать этого не будем, если только вот увидим, то мы вам покажем в прошлом видео, когда-то мы тут были, не помню, по-моему, во втором, либо в первый раз было пустынно. Мы с Пашей вдвоем, ну, не в том месте, где-то мы просто вышли, а здесь еще есть Сысак Севаш и еще какое-то озеро. Мы, наверное, были чуть поменьше, которые там. Прямо женщина ходила, ложилась на это озеро, ее прямо вот держало на воде, то есть она практически нисколько не погружалась. Это говорит о том, что высокая плотность из-за содержания солей. Ну, что еще нужно сказать, то, что это озеро ничем не обогащается, нет никаких притоков. Есть либо подводные небольшие грунтовые воды, да, которые выходят в это озеро, либо это дождевая вода. Вот она с помощью этих двух вод пополняет свое количество воды, то есть оно не уменьшается. Разделяется тонким перешейком с Черным морем, которое находится вот в той стороне. Раньше это было тоже Черное море, оно сюда вот выходило, но в какое-то время при движении земной коры просто море со временем, так скажем, опустилось. Это место тоже немного опустилось, образовался перешейк, где сейчас проходит дорога в сторону Евпатории. И, так скажем, озеро отделилось от основной части Черного моря, и поэтому образовалась вот такая вот красотень природная. Это не искусственно, это природное создание, сама матушка природы это создала. Что еще сказать? Ну, здесь обитают, конечно, в акватории озер обитает много птиц, много всяких животных. Ну, естественно, эту воду нельзя пить, просто они ее используют так чисто, вы знаете, посидеть, отдохнуть и полететь дальше. Есть здесь обогатительная фабрика, которая добывает вот эту вот соль, которая находится прямо под водой, и ее используют для косметических средств, очень много всяких крымских вот этих, знаете, масел, крымских кремов и так далее, и тому подобное. Для чего она нужна? В первую очередь она успокаивает нервную систему. Здесь прямо есть санатории, профилактории в Крыму, которые именно используют вот эти крымские соли. Их можно купить отдельно, сейчас они практически по всей стране продаются. Раньше это был такой дорогостоящий подарок, и можно было только из Крыма это возить. Ну, после присоединения Крыма к Российской Федерации, возвращения ее в родную Гавин, сейчас с каждым годом крымское производство, крымский вот эта косметика, она появляется даже в самых отдаленных регионах нашей огромнейшей страны. Полезна эта соль при нервных заболеваниях, при кожных заболеваниях, при сосуде, сердечно-сосудистой системе заболевания. Вот, давайте немножко потрогаем. Очень теплая вода, прямо очень, и она плотная, прямо трогаешь ее. Здесь вот видите, выходит такая чернота, это рапа. Рапа, что такое, вы, наверное, знаете, это гнилистая, так скажем, история соединения песка и разлагающийся когда-то здесь этих, господи, как они, водорослей. Поэтому есть такой специфический запах, когда ты заезжаешь на территорию, где есть вот такие вот заводи, есть такой специфический запах, ну, резко морской, так скажем. Ну, что, что еще я не сказал, Павлик? Все, по-моему, да, сказал? Прямо отчеканил, все заучил, что-то знал, что-то прочитал. В общем, без книжки, без всего, вот, мои руки у Павлика тоже пустые. В общем, как говорят многие, мне можно работать экскурсоводом. Ну, пойдемте ближе. Подойдем к вертикальным балкам, которые установлены здесь. Я вам расскажу, для чего они тоже нужны. Песочек здесь, видите, такой прямо берег песчаный, песчаный, песчаный. И ветер, вот всегда ветер здесь, очень сильный ветер, потому что открытая местность, открытая площадь, ветер есть где разгуляться. Но сегодня еще не такой сильный, потому что, ну, говорить мне приходится только вот так вот тут держать телефон и прямо к себе близко прижимать, чтобы... Да, еще хочу сразу предупредить, коль увидел детей, могу об этом забыть родителям на будущее, если вдруг вы приедете сюда с детьми, будьте осторожны, аккуратны, с детьми. Для чего? Здесь, конечно, утонуть невозможно. Возможно только запнуться, когда вы будете ходить по этому озеру. И, так скажем, встать либо на колени, а вообще можете встать на четыре упирающие вас точки, если не на пять вместе с головой. И утопить, например, свой гаджет, который вы снимаете, фотографируете. Почему? Сейчас тоже все расскажу. И про детей, возвращаясь аккуратно, там корка, понимаете, да, под водой существует корка соляная. Она может провалиться. Представьте, такая вода, под низом такой тонкий лед. Вот, ну, где-то там, вот здесь, кстати, видите, воду продают, просто соль, воду, сразу можно все это купить. Вот, Розовое озеро. Вот, и дети, которые как-то мы наблюдали, бегают, резвятся, забегаются, и можно этой солью порезать ноги. В общем, нужно все это делать достаточно аккуратно и без фанатизма ходить. Потому что, особенно там, где люди не ходят, либо ты провалишься по колено, да, либо, наоборот, ты пойдешь по твердой поверхности, в какой-то момент она просто хрустнет, и ты провалишься. От этого можно повредить ногу. И если ты, естественно, повредил ногу, представляете, да, у вас рана резаная, колотая, либо там еще какая-то. Ну, это не глубокая, но в любом случае туда моментально проникает. Вот эта вот соль, которая с рапой и начинает сжечь. Поэтому дети начинают плакать. Будьте осторожны, просто нужно иметь с собой воду пресную, и потом это просто все смыть. Ну что, идем? Или что? Идем дальше, потом сюда подойдем. Так, ну вот по периметру установлены такие колышки, да, ну бревна вертикальные. А для чего они были сделаны? Сначала, вообще, когда мы первый раз это увидели, вот они с той стороны идут, вот там они много. Но самое явное, так скажем, и интересное, это вот эта вот пристань, так называемая, именно озеро. Очень, так скажем, ну красиво смотрится. Почему? Потому что... Продолжая наш разговор, почему остановился, пока видите, люди сейчас пошли, пока нет очень хорошие фотографии красивые. Получится, ВКонтакте мы выставляем там по очереди, понемножку фотографии. Ну, чтобы не было людей, потому что сейчас они пойдут по одной, по другой стороне. Естественно, что это не для пристани сделали, никаких кораблей здесь не ходили, никаких якорей здесь не бросали. Во-первых, это очень мелко, ну, так скажем, своеобразно назвали, потому что, ну, похоже чем-то на пристань, на порт и все остальное. В общем, вот эти деревянные балки вертикальные размещались для чего? Их вставляли по периметру озера, либо в этом месте, либо в другом, для чего? Для того, чтобы соль испарялась, то есть на них образуются кораллы соли, и с них потом производство было легче снимать. То есть не с озера, да, под водой где-то что-то снимать, собирать эту, как это называется, эту соль, хотя и так тоже делать, но массово были выставлены вот такие вот балки вертикальные, на которых, так скажем, уголизировалась, собиралась, испарялась вода, выпаривалась и образовывались крупные кристаллы соли. Сейчас этого нет, возможно, туристы разобрали, возможно, просто уже, так скажем, было собрано, либо это уже не действующая эта история вся. Ну, в интернете вы можете увидеть вот эти соляные столбы, которые смотрятся очень эпично, очень красиво. Так, ну, Павлик немножко пошел по берегу, пойдемте, мы тут немножко походим. Мы вообще в прошлый раз, когда приезжали, этих столбов не нашли, вот, и просто гуляли по озеру, просто шли вот, просто прямо, вот так вот взяли и... И шли, и шли, и шли, до какого-то момента доходили, потом возвращались обратно, вот, видите, мужчина ноги, ноги намазал. Ну, давайте сразу вам расскажу тогда про грязь, она очень действительно полезна для суставов и остальное, но нужно понимать, что если вы первый раз используете эту соль на своей коже, то это, знаете, как, вот, волосы выкрасть, это химия какая-то, либо еще что-то, какие-то, крема, масла или еще что-то, это проверяется на самых нежных участках кожи, это запястье. Ну, женщины, наверное, знают, да, проверяют там какие-то средства личной гигиены, подходят они к вам, не подходят, имеете вы какую-то аллергическую реакцию, либо нет. Если вы не имеете, это рекомендации, скажем, ну, вот, центра медицинского и вообще вот этих вот всех профессионалов, которые занимаются лечением с помощью этой соли и грязи, вот, нужно нанести на запястье, подождать некоторое время, если никакого покраснения нет, реакция нормального организма, то вы можете наносить на те участки, которые у вас, ну, болят колени, суставы, не знаю, там, локти, если есть какая-то экзема, либо еще что-то, в общем, все это вы на себя нахерачиваете, вот, и ходите. Ну, ходите без фанатизма. Первый раз, когда вы приезжаете на это озеро, первый раз, когда вы используете эту соль и эту грязь рапу, да, которая здесь находится, нужно держать всего 4-5, максимум 7 минут. Ни до фанатизма тут не ходить и не держать 25 минут, фотографироваться, веселиться, просто могут быть реакции, да, анофалактического шока, и вообще просто можете себе навредить, потому что концентрация соли огромнейшая. Здесь содержится калий, кальций, магний, что-то, ну, с тобой читали, там какая-то, йод, цинк, да, ну, практически половина таблицы Менделеева. Пойдем к кому-то туда, сходим, если успеем, вон там люди плавают, пройдемся быстренько, я сейчас отключу, если мы успеем дойти, я вам покажу. Там люди вот как раз плавают, здесь ходят, а там вот мужчина, женщина и поплыли. Мне всегда нравились вот такие вот истории, один, одна туфля, а чья туфля? Моя туфля, да, то есть человек от счастья, от восторга, либо наоборот от того, что передержал эту грязь с солью, куда-то побежал, так забежался, что просто от удовольствия, либо от того, что соль начала сжечься, с грязью бежал, я оставил один туфель куда-то, видимо, до машины, где продают пресную воду. У меня, кстати, я немножко натер, блин, сейчас вам покажу, немножко натер ногу, но у меня уже, видите, заживает мозоль, но все равно я зашел чуть-чуть, и я сейчас думаю, что у меня ногу щипет, и потом вспомнил, что у меня же там такая небольшая ранка, вот, и, короче, ее немножечко, так скажем, пощипывает, ну, ничего страшного, не важно, надо успеть. Люди концентрируются, конечно, больше вот у этих штук, у столбов, но можно найти более интересные места, ракурсы, где вы будете одни, сфотографироваться, либо, чтобы, короче, получились хорошие фотографии без лишних людей, и без лишних людей на заднем фоне, вот, как, например, девушка это делает. Ну, что не мажешь ноги? Так, ну, совсем близко, там уж не будем наглеть, подходить, да, там просто девушки, по-моему, плавают, а, нет, или девушка с мужчиной, ну, в общем, я не вижу. Вот видите, они их практически на воде держат, они практически лежат сверху, это даже не морская вода, даже можно присесть, это мужчина, вот, то есть, достаточно, женщина практически, знаете, как матрас надувной на воде лежит, хотя там где-то все равно есть около 80 сантиметров, может быть, метр, где-то уровень воды, и их вот так вот держит хорошо. Я думаю, что вам все видно. Еще раз, извините за качество звука, по-другому здесь никак, либо за кадром озвучивать, но, в принципе, это можно было делать, но я не стал запариваться, честно говоря, потому что я все-таки на отдыхе, а не служебный роман с морем. Вот такое вот замечательное озеро, очень полезное, очень необходимое для нашего с вами здоровья, тут, конечно, нужно идти, у меня уже ноги, вот, смотрите, сейчас вам покажу. Так, вот, моя тень, видите, я там ногой делаю, и оттуда уже поднимается вот эта всякая жижа, грязь вот эта, которая очень тоже полезна, вот, женщина там брала тоже грязи, грубо говоря, поднимала ее из воды, и образуются вот такие черные заводи, они, естественно, потом оседают. Показать вот бы вам соль. Так, сейчас. Ой, господи, сейчас. Так, ну вот это вот рапа, так скажем, вот она, вот так она выглядит, на солнце сейчас вам покажу. Вот это вот полезная грязь, которую набирают, которую тут мажется. Но здесь она с краплениями, немного, знаете, так скажем, камушков и всего остального. Но если чуть подальше отойти, она будет более чистая, просто прямо как глина. Так, соль. Сейчас, может быть, это я ногами нащупаю. Так, вот здесь вот, может быть, вот она, тут почище, вот она, нашел. Вот, видите? Вот такая. Так, все пытаюсь вон соль найти, показать. Так, вот их еще камушки красивые есть. Вот поэтому нужно быть осторожным, вот об этом можно все порезаться. Так, Паша, там где-то ходит? Вот я иду прямо у берега, смотрите. Все, я прямо выше колена практически уже провалился. Чем глубже, тем лучше. Ну, считайте, что я намазывался. Уже. Красота, конечно, ребята. И как можно говорить, что в Крыму нечего смотреть? Для меня это вообще удивительно. Пустые, глупые люди. Когда говорят, что здесь смотреть нечего. Здесь смотреть нечего. Что тут смотреть? Ну, что в Крыму смотреть? Что вы там нашли? Что вы там смотрите? Да, конечно, здесь нечего смотреть. Конечно, нечего. Люди даже с ведерочками приезжают, чтобы набрать. А руки, знаете, сейчас вот такого вот ощущения, они как будто как в масле. Вот представляете, если вы свои руки намажете, ну, вот что-то готовите, какие-то пирожки, либо там булочки какие-то, да? И чтобы тесто не прилипало, вы смазываете руки растительным маслом. Вот то же самое такое вот ощущение. Ну, может быть, на процентов 20-30, чуть-чуть поменьше вот этого. Не так прямо, как вы знаете. Но в любом случае, вот такое вот ощущение есть. Вот здесь, видимо, все-таки это более популярное место. Вот именно здесь, да? Вот я, наверное, сейчас уже не вспомню, где мы были в первый раз. Там прямо вот мы ходили, я говорю, ну, может быть, нужно стоит дальше пойти, но я просто боюсь, что вот прямо от берега отходишь и прямо проваливаешься по колено. Буквально вот где люди стоят, вот где мальчик стоит, я выходил из воды, из озера, я прямо туда провалился по колено. Ну, вот в эту жижу, и невозможно, так скажем, ногу оттуда вытянуть. Вот. Но в прошлый раз мы как-то с Павликом рисканули, и правда пошли где-то метров, наверное, на 15-20, мы где-то, может, на 30 ушли в сторону. Озеро, и там прямо вот такие слои этой соли, прямо ее, вот, грубо говоря, вот прямо корка такая есть. Здесь уже все вот в этом месте, видимо, оно очень популярное, поэтому люди тут все собрали, что только можно было у берега. Представляете, сколько туристов, и сколько тут просто все забирается. Тем более в навигаторе и в различных пабликах дается первоначально вот этот адрес, самый популярный, поэтому люди сюда едут, набирают все, что тут можно только. Да, и вот это у края озера, это не то, что вам надо. Просто если, мало ли, вы побоитесь, либо постесняетесь идти по озеру, то вот это не то, что вам надо. Это просто песок, надо идти глубже за всем этим, и чем глубже вы зайдете, тем лучше вы наберете. Потому что в любом случае здесь массово вот прямо вот в этом месте собирается вот людьми вся эта жижа, да, лечебная. Где-то мы с тобой гуляли, там вот прямо рапу было видно. В принципе, вот здесь ее тоже видно, видите. Вот, в принципе, можно и здесь чем-нибудь мотануть, если кто-то захочет, да. Но вот тоже тут сочетание масла, бензина, не знаю, различных, это самое хорошее, самое лечебное, но имеется в виду, видите, такое ощущение, как будто бы, ну, машины, мотор, масло моторное потекло, вот такое пятно. Естественно, что это просто рапа, она и внутри, под землей находится, но люди же у нас любят, да, то есть, если была бы возможность, мне кажется, они бы и в середину озера бы залезли, заехали, если вот прямо была бы такая возможность, ну, насколько вот есть стоянка. Нет, надо сюда, вот поближе, вот так вот, чтобы вот прямо стоять, чуть ли не носом в озеро. Поэтому мне не очень нравятся такие, так скажем, ну, распиаренные, что ли, да, места, вот мы с тобой там были, там как-то было поспокойней, поуютней, не из-за того, что мы вдвоем, а то, что там более нетронутая, нетронутая вся эта история, связанная с, более дикой, что ли. Сейчас вам покажу, если вы увидите, хотя бы чуть-чуть приближу, на той стороне вот как раз находится заводик, который делает, делает вот эту, соль добывает, все остальное, вот он находится на той стороне. Так, вот белая такая точка там будет. Так, вот так вот, вот на той стороне, видите, где заканчиваются вот эти вертикальные бревна, вот белая точка, вот это как раз заводик по изготовлению, по добыванию соли, не по изготовлению, именно только добывается. И там же на той стороне находится очень много вот этих всяких санаториев, профилакториев, которые именно производят лечение. Поэтому если есть у кого-то вопросы с душевными проблемами, у вас раздвение личности, у вас там псориазы, проблемы с кожей, сердечно-сосудистой системой, суставами, вот вам нужно искать где-то здесь, не куда-то ни в Татарию, ни в Болгарию ехать, а именно вот сюда и здесь заниматься тем, чем нужно, повышением качества жизнедеятельности, улучшать свое здоровье. Продолжение следует...